Итак, кто-то первый, Вера Цвиткис, Вера Цвиткис, вот это ее. Надежда Ларевская, сценировка по мотивам пояса Алексея Толстого, Гадюка, действующие лица. Олечка, 17 лет, в геносическом платье с перебинтованной головой обвязанной косты. Красноармейка Зотова, 22 года, в коротком кавалерийском полушубке синих с красным кантом штатам. Ольга Вячеславовна, 27 лет, служащая отдела контроля треста цветных металлов. Пальто с высоким поднятым бородом, коричневые шапочки в виде шлема. Жильцы коммунальной квартиры. Соня Варенцова, Илья Ляечка, пряменькая девица, 19 лет, бешбарышня, в махочном перлисте. Мария Афанасьевна, партнеха. Роза Абраманова Безякович, безработная. Владимир Вович Поязовский, посредник по купли-продажам, такой ряд бывший офицер. Петр Семенович Морш, властяк, служащий из мест снабторга. Сцена первая. Ольга Вячеславовна стремительно вошла в камеру. Несколько секунд, показавшихся ей вечностью, она простояла, бессмысленно глядя перед собой. Голова кружилась, коричневая шапочка приданет скелезу на глаза. Ольга Вячеславовна сорвала с головы шапку и ее покачнула. В полумраке камера отчетливо выделяла смертная бледность ее лица, будто покрытого белой пудрой. Тошнота подошла к сердцу. Ольга Вячеславовна оперлась на грязную стену, закрыла лицо руками, но стоять уже не было сил. И женщина начала медленно сползать на пол, в гремучую спесь глиготины, соломы, крови, слез и пота. Ольга Вячеславовна, что я натворила? Что я натворила? И сама не знаю, что. Она сидела на полу, упустив голову, прижав колени к груди. Раздался гроб от отворения двери. Кто-то входил в соседнюю камеру. Голоса за стеной поднимались до крика, нестерпимые, торопливые. Надорвались, затихли. В тишине послушался стон, будто кому-то делали больно, и этот кто-то сдерживался, как нам зуба в рачебном кресле. Ольга Вячеславовна открыла глаза, ее настойчиво трясли за плечи. Это была девушка лет 17, в гимназическом платье с перевинтованной головой, покрытой косункой, с безумно расширенными карими глазами. Внезапно она отскочила, только Вячеславовна прижалась к углу под окном, так, что можно было увидеть ее длинную черную косу. За стеной раздались удары, будто выголачивали коверни человека. Удар, снова удар, и вдруг что-то замычало. Ага, заговоришь, и уже не мычание, больной войн, а полную всю тюрьму. Олечка! А когда человек прекратит мучить человека? Теперь девушка возбужденно ходила по диагонали камеры. Я только знаю, что он был в очках и по ночам надрывающий кашлял. И пусть бы кашлял. Ольга Вячеславовна не поднимала головы. Какие звери, а! Влезли ночью в наш дом напроломный. Мы в Казани жили. Папа купец второй гильдии. Меня в старой вере воспитывали. Папа строгий, но справедливый. Я слышала, как убивали его и маму. Схлипывали. Простели у Кости. Зачем это было? Какие звери, а! Меня убивали, да не убили. Двоих не знаю, какие-то в шинели. Третьего? Третьего знаю. Танцевалась с ним. Валька, гимназист. Связали родителей электрическими проводами. Я боролась, билась. Он стукнул меня по голове гиркой на ремешке. Дом подожгли. Меня без чувств вынесли после пожара. В госпитале вправили плечо, зашили кожу на голове. Я лежала в палате и плакала целыми днями. Словно оправдываясь, боясь показаться слабой. Нет, не от боли. Боль бы я перенесла. В ушах стоял страшный крик отца. Не надо. Звериный вопль мамы. Никогда в жизни она так не кричала. Подходит Кольга Вячеславовна и садится на курточке рядом с ней. Пристально смотрит на соседку по камере, пытаясь отыскать ее глаза. Найти в них понимание и сочувствие. Я выплакала все слезы. Рабочая христианская красная армия борется с кровавым капитализмом, помещиками, попами и интервентами за счастье всех трудящихся на земле. Олечка приподнялась и улыбнулась от твоих лучших воспоминаний. Я так представляла себе счастье. Муж приличный блондин, я в розовом пеньюаре, сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике и больше ничего. И это счастье. Красная армия Эдзотова с блестливостью и злостью. Ненавижу. Счастье ждала ленивая дура. В капоче за кофейником? Вот сволочь. Войну в пеньюаре не просидишь. Видишь, сапожки нравятся? А не с убитого гимназиста. Отвернулась, опять закурила, чуть спокойнее. Эх, если б не напали бандиты, не лишили бы разом тебя всего. Ты бы жизнь посмотрела бы в окошко из эфикуса. Олечка растерялась от таких жестоких слов. Да. Разве так можно? Ольга Вячеславовна приоткрыла потухшие глаза. В часы заката я любила бродить по городу. Взглядываться в недоверчивые и мрачные лица людей. На них не разгладились морщины гнева, ужаса и ненависти. По каждому прошла война. И вот они бродят по загаженному городу в кислопахнущей одежде из мешков, из буржуйских занавесок, в разбитых лаптях, взгерошенные, готовые ежеминутно заплакать или убить. Меня в госпитале никто не навещал. Несколько дней я пролежала без сознания. Первое, что я почувствовала, была боль, когда меняли повязку. На моей койке сидел военный врач с добрыми очками. Я увидела его и залилась слезами. Схлипывает. Красноармейец Зотова подошла к уличке. В ее движениях чувствовалась армейская выправка, протянула поток. Подотри сопли. Повязку у нее на голове. Длинный поперечный рубец на ляжке не хочешь? А на спине, видишь, выше лопатки, розовое углубление. Выходной след пули. Ольга Вячеславовна опрешена. Изредка брел прохожий, грыз семечки, сплев был в грязь разъезженной улицы, где вовлялись ржавые листы и кошачьи пады. Семечки, семечки. Досуг человека заполнился движением челюстей. Ольга Вячеславовна сжала кулачки и лицо порозовело. Нет, так не должно быть. Не о том я мечтала. Не время мечтать искать случайных утешений. Как-то ночью подкатил в казармик браток. Бездомный фронтовик с большими губами попросил побаловаться. Ударила его рукояткой на гану в переносицу. Губана увезли в лазарет. У всех лезь на прочахоту отбила. Больше обо мне никто не думал. Ольга Вячеславовна снова уходя в себя. А какая? Какая она новая жизнь? Листочки декретов призывали чинить, отстраивать, строить. Я купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить. Машинистка, секретарши, пищебумажной барышни. Улечка тихонько, Ольга Вячеславовна. К рождественским праздникам мне всегда шили новое платье. Такое пышное. Я в нем танцевала со студентом. Он был в костюме Мефистофея. Его рожки из черной ткани, набитой ватой, мне почему-то хотелось оторвать. Я тогда так смеялась. А больше как смеялась, не помню. Весной двадцать первого года меня занесло во Владивосток. Океан синий, темный, живой. Удти бы на корабле. На борт меня никто не взял, только в портовом кабачке. Старый лоцман решил, что я проституткой с пьяными слезами. Вытутыровал на руке ягодь. Помни, это надежда и спасение. С горечью. Призрачная надежда усмехнулась. Нужно было бежать от ядовитых лиц и зубов, тупо лузгающих семечки, от убитающей тишины и огромных пустырей захолустья. Мне удалось получить командировку в Москву. В зеленой юбке, слушая портьера, я ехала полной решимости быть в центре строительства новой жизни. Я проснусь, я совсем скоро проснусь. Начинает будто танцы кружиться по камере. Моя просторная комната быстро наполнится светом. Я открою окно, и солнце будет светить прямо в лицо. Мама позовет завтракать. Бегем в гимназию. Сегодня первым русский язык. Я стану ловить каждое слово, каждый взгляд воронов. Он умен и красив, только полноват немного. После собрания гимназического кружка меня проводит Паша, смущаясь угостить шоколадными конфетами. Смешной. Он так крепко сжимает их ладони, что они всегда мятые, иногда потаившие. Я кину в него снегом и убегу, а перед сном буду представлять себе героиней Гамсуна. Или вытащу из-под матраса роман Маргерита. Мне его тайком от родителей передала Полина. Там так смело написано о мужчинах и женщинах, что я краснею, как только начинаю читать. А потом всю ночь тревожные мысли. Внезапно танец Олечки прервался, голос ее задрожал. Здесь уже два месяца или больше. Потерял счет времени. Я выйду, выйду отсюда. Вы слышите, я отомщу. Сначала в Москве ютилась, где попадется. Потом получила комнату в коммунальной квартире. Зарядила. Обжиться, обрасти бытом так и не получилось. Два стула, комод, железная койка, стол, стопка, книг. Голые стены. Фотографии не осталось. А открытки развешивать ни времени нет, ни желания. Только револьвер над кроватью. Все чужое, холодное. Ночью тяжелее, чем днем. Часто без снами, чуть на постели курю. Соседи у двери перешептываются, я им мешаю. Ни одного близкого человека. Одиноко, как в минуту смерти. Не нужна никому. Перед бегством из Казани белые потащили нас в подвал. Я извивалась, как кошка. Стилилась укуситься руки. Низкая дверь, каменные стены. Внилая сырость подвала, наполненного людьми. Крики матерной оругой. Грохнули револьверные выстрелы. Я кинулась куда-то в темноту на мгновение, в луче фонарика выступило кудрявое лицо со злыми узкими черными глазами. Горячо ударило в плечо. В память врезалась кривая усмешка. Это Валька прыгает. В сильном возбуждении вычется по камере. Он тут кудрявый вышел до рубашки. Валька. Боялся, что это не сон. Говорил мне. Карандашка, карандашная записка, его донос. Убийца. Я осталась жива. Лежала без чувств между трупами расстрелянных. Надо мной наклонился кавалерист, тихонько повернул мою голову и закричал. «Девчонка-то дышит?» Улыбается. Зубастый, с серыми истребинными глазами. Горячка эхал. С истребинными глазами. Зокова зло посмотрела на нее. Горячка осеклась. Кавалерист перенес меня в лазарет и побежал разыскивать врача. Ворвался на квартиру к одному профессору. Сгорячо арестовал его, напугав по смерти. На мотоцикле доставил в лазарет. Указал на меня бесчувственную. Приказал, чтобы была жива. Так он мне смеясь потом рассказывал. А я просила повторить еще и еще. Первая неделя в Москве, кажется, только и делала, что заполняла анкеты, подавала бесконечные заявления, обезумела от величайшей сложности прохождения всех бумаг, шума многоэтажек, гудящих к акуле учреждений. Потом поступила на службу в отдел контроля треста цветных металлов. В мою жизнь, в мою семью, в мои мечты ворвался Валька с пятифунтовой гирей на ремешке. Вальку выгнали за хулиганство из гимназии. Он ушел добровольцем на фронт. А через год опять появился в Казани, щеголял уландской формой и солдатским Георгием. В городе рассказывали, что его отец, полицейский пристав Брыбкин, подал прошение командующему войсками округа, умоляя его слать негодяя на самые передовые позиции, где бы его убили, наверное. Очнулась. После перевязки и камфора стало легче. Увидела наклонившегося надо мной истребиные глаза. Чуть слышно попросила поближе, а потом непонятно к чему. Поцелуйте меня. Отвернулась. Около койки люди, время военное, кавалерист шмыгнул. Черт, вот ведь. И только подправил подушку. Я чувствовала себя, как воробей, маленькая птичка, залетевшая в тысячеколесный механизм вешанных курантов. Минута в минуту приходила на службу, присматривалась Рабела, никак не могла определить степень пользы. Моей пользы от переписывания бесконечных бумаг. Даже отец лучше хотел видеть этого мерзавца мертвым, чем живым. Но смелого, как черт, цепкого, как зверь Вальку, не брала ни пули, ни штык. Война научила Брыкина убивать. Решать людей жизни ему понравилось. Революция развязала руки. А что для него кровь? Пахнет кислой и только. Ударь пятифунтовой гири, и все, что я знала и любила, разбилась, как тонкий лед на реке. Не склеить осколков. Если вернуть хоть день, один день моей жизни. Мама, зачем, зачем я с ним танцевала? Заплакала. Его звали Емельянов, товарищ Емельянов. Я спросила имя и отчество. Дмитрий Васильевич. От боли и лекарств стрепались в глаза, проваливалась в сон. Но шевеляя непослушными губами, все повторяла. Дмитрий Васильевич. Дмитрий Васильевич. Со временем попривыкла. Побежали дни рабочие, однообразные, спокойные. Чтобы не утонуть в потоке бумаг, стала брать общественную нагрузку. Клуб, стенгазета. Зотовый. Осталась махорка. Закурили. Вновь услышать праздничный перезвон колоколов, подойти к нашему дому на проломной, даже не заходить, просто посмотреть в окна. В гостиной вяжет маму, а в кабинете просматривает бухгалтерские книги отец. Господи, разве я многого прошу? Голос дрожит, по щекам текут слезы. Красноармейец Зотова сплевывает. Полк Емельянова формировался в Казани. Каждый день он приходил ко мне в лазарет. Прибодрить старался, смеялся, блестя зубами, повторял. Должен вам сказать, живучий вы, как гадюка. Поправитесь, запишу вас в эскадрон лично моим вестовым. И не надоело же ему это говорить об этом? А я бы слушала и слушала его.